Даже света нет, я не знаю, но я любила этого света. Фонарик надо с тобой взять, у меня тоже чего нет. Всю пари, туман. Замок, замок. Замок, не потерял замок. Теряйте вы его, а не мы. Тихо, разговаривай так со мной, разговаривай. Я еще раз теряю тихомки, а не мы. В чем проблема? Это не так что ли? До свидания, товарищ, до свидания. Вот, сантиметров десять. Глубина. Светлая скрывает канализационный колодец. Это неделя уже работа идет. Вот это вот, наша аварийная ситуация. С тринадцатого декабря. Смотрите, подвал у этого подъезда. От всех, где у нас канализационная труба расположена. И парит, это сюда льется уже неделю, канализация наш подвал. Это случилось тринадцатого декабря. Мы подали заявку в аварийную службу. И до сих пор никакой реакции нету. Хотя у нас есть нормативы по устранению аварийных ситуаций. Со стороны улицы первостроителей, пожалуйста. Канализация стоит дворовая у нас неделю. И теперь уже заполнен даже подвал последнего семнадцатого и шестнадцатого подъезда. Дворовая не справляется с нагрузкой. У семнадцатого подъезда слесаря сейчас открывают колодец. Заполнен у нас сейчас, мы смотрели, шестнадцатый подъезд. Подвал шестнадцатого подъезда. Полностью заполнен. Семнадцатый подъезд затоплен. Весь двор по периметру заполнен канализационными водами. Стоит канализация. Это к нам, наверное, к Новому году подарок, наверное. Сейчас были семнадцатые подъезды, были сотрудники. Не представилась какой организации. Скорее всего, у города Канаба. Потому что они открывали колодцы. В семнадцатый подъезд удалось попасть мне. Он тоже затоплен. Наверное, с момента, когда пришел у нас отопительный сезон, у нас, по-моему, четвертая авария уже в этом подъезде. Только в этом подъезде. Жалобы пишем в управляющую компанию. Пишем. Составляем. Составляем. Приходят отписки от управляющей компании. Приходят отписки от главного контрольного управления. То есть, ничего не делается. Одни отписки. С шестнадцатый подъезд стопит уже, по-моему, второй или третий раз, да? Второй раз стопит подъезд. С момента отопительного сезон, что у нас октябрь, доябрь, вот декабрь месяц. Мы с аварией не вылазим. То есть, месяц у нас аварийная ситуация может длиться. Они тут же и устраняют. Приходят сотрудники администрации. Пишут документы о том, что все в порядке. В следующий день у нас снова авария. И все. Опять месяц мы боремся с администрацией, со всем остальным. И так продолжается беспрерывно. 5 октября текущего года мы провели осмотр готовности нашего дома к отопительному периоду. И выявили много нарушений. Написали прокуратуру. Прокуратура переслала наше обращение в главное контрольное управление. Представитель его приехал, убедился в том, что действительно у нас нарушения имеют место. И предписание было выдано нашей управляющей компании 15 декабря о том, чтобы устранили нарушения. Но почему-то сроки установила такие в один месяц устранение течи канализационных труб. Нам вообще жильцам непонятно, почему у нас главное контрольное управление не выполняет установленные законом требования. Еще раз будешь меня снимать? Слышишь? Я тебя пошло так чуть подать. Еще раз продолжать вода течь. Почему не устраняем? Они пришли закрыть. Почему вы не в сапоги? Выходим, выходим, выходим. Нет, мы не собираем сапоги. Нам же надо закрыть. В феврале этого года в Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге мы все живем на каком-то теме замах. Еще хороший термин на этой конференции был озвучен и применен. Это понятие невоенный терроризм. Даже его раскрыли. Понятие невоенного терроризма. Я вам его сочетаю. То есть, невоенный террорист представляет собой вид терроризма, направленного на разрушение МКД, создание условий для угрозы жизни и здоровью собственного жилья и членов их семьи, а также лишь находящихся на территории многоквартирного дома невоенными методами. Невоенный терроризм в секторе управления активами государства, жилищной сферы в виде многоквартирных домов забивается разрушением многоквартирных домов не путем их взрыва и очевидности террора, а созданием системы террора, при котором многоквартирный дом разрушается планомерно в результате неисполнения требований законодательства и технических регламентов. Невоенный терроризм в отношении МКД выражается в осознанном либо неосознанном неисполнении действующим законодательством. То есть всеми нашими управляющими организациями. И как Путин сказал, мы должны проявлять не терпимость ко всем признакам терроризма. И я бы добавил, в том числе и не военному.